Верни консоль! Верни консоль! Когда-то это были супердорогие, суперизвестные игры от Quantic Dream, Heavy Rain, Beyond, вы все это сами знаете, ну а затем Quantic Dream как-то скукожились, делают сейчас что-то по Звездным Войнам, непонятно сколько у них на это время не уйдет, когда они доделают, вот. И собственно интерактивное кино с тех пор тянут на себе в основном только те самые Supermassive Games, но они лишились бюджетов Sony, они начали работать с Намка Банда и другими издателями и первый их проект после ухода от Sony это антология Dark Pictures, которая ну so-so, типа я ее очень люблю, я ее обожаю, но я признаю все ее косяки. Без огромных бюджетов делать интерактивное кино, понятно, дело сложно, поэтому графика там то суперская, вообще не отличишься от живого кино, то дико кринжовая, тормозящая и создающая эффект зловещей долины. Но это было и в Until Dawn. Но Until Dawn была сильна-то не только графика, это был мощнейший классный подростковый слэшер. Прям интригу держал, и маньяк там был прикольный, и мистика, и внезапные повороты. Вот это один из лучших фильмов в этом жанре. Даже если сравнивать именно с кино, не с интерактивным кино, не с видеоиграми, это один из лучших фильмов в этом жанре. Ни одна следующая игра в рамках Dark Pictures Anthology, она такого статуса в общем не достигла, но разработчики из Supermassive Games выпустили игру Quarry, которая в эту антологию не входит, которая была сделана за большие деньги, которая по уровню качества, по уровню сценария почти сравнялась с Until Dawn. Очень ее люблю. И что мне еще очень нравится у этой студии, несмотря на все косяки, с каждой новой игрой они жанр пытаются развивать. Каждый раз становится лучше и лучше. Реально. Они работают с системой QuickTime Events, когда вовремя надо нажимать кнопочки, они ее перерабатывают, пересматривают в той же Quarry. Допустим, они упростились, но в них появилось больше смысла, то есть это стало игра не на реакцию, а именно выбор, когда ты решаешь, а нажать сейчас эту кнопку успеть или не надо успевать. Может быть мне лучше провалить этот QuickTime Event и получить какой-то результат. Но это мы сильно уходим в сторону. Сегодня мы говорим про The Casting of Rockstone. Это очередная их игра вне антологии. Ее они сделали в сотрудничестве со студией Behavior, которая издают и разрабатывают игру Dead by Daylight. Это сервисный хоррор про то, как группа выживших сбегает, прячется от маньяка. У нее есть свой лор, там свой сюжет развивается, но он где-то за кадром. И, в общем, они позвали Супер Месси сделать им игру, сделать им игру, которая будет оригином главного, самого важного маньяка, за которого можно играть в Dead by Daylight. И имя этого маньяка, естественно, Фрэнк Стоун. Супер Месси сделали и справились. Получилось круто, но не без типичных косяков, которые я, конечно, готов простить в очередной раз, потому что, ну, очень люблю эту студию и этот жанр. Чили пришла! Чили! Вот такая Чили. Чили, скажи что-нибудь. Чили, как тебе интерактивное кино? Нравится? Мне тоже. Повествование в Декастинге Фрэнк Стоун ведется нелинейно. У нас события разворачиваются в двух, ну, можно даже сказать, в трех эпохах. Одна второстепенная. Это 60-е годы. И две основных. Это 80-е годы прошлого века и наше время. В 80-х мы видим группу подростков, которые снимают фильм. Фанатский хоррор. В нашем времени мы видим, как группу людей собрали в каком-то загадочном особняке, чтобы они что-то странное, неизвестное, ну, мы со временем узнаем, что продали некой девушке-коллекционеру, которая тоже вся такая загадочная и подозрительная с первого своего появления. Ну, а фоном для этого всего служит собственная история маньяка Фрэнка Стоуна, которую нам раскрывают в предисловии в открывающем эпизоде, где мы играем за полицейского, который этого Фрэнка Стоуна убивает. Это вам не спойлер. Это самое начало игры, буквально первые 20 минут. Это ее база-основа. Ну, без этого знания невозможно рассказывать про сюжет. Фрэнк Стоун — это обычный работяга, который работал на стали-литейном заводе, по-моему, стали-литейном, неважно. И, в общем, он убивал людей, расчленял их, творил с ними всякие жуткие вещи и вообще полный, полный кошмар, чего он там вытворял. Его долго искали, его нашли, его убили в ходе, так сказать, задержания, в ходе попытки спасти его очередную жертву. Ну, Фрэнк Стоун предположительно работал не один и предположительно здесь завязаны какие-то мистические силы. Собственно, он и умирает довольно мистическим образом. Мы не понимаем, он вообще умер или не совсем умер. Может быть, он как-то вернется. Ну, мы, конечно же, знаем, что он как-то вернется. В Dead by Daylight он же как-то очутился. Ну и, собственно, чем сильна до кастинга Фрэнк Стоун? Тем, как она все эти три эпохи связывает между собой. Она очень долго дает экспозицию. Игра проходится часов за шесть и часа три из них не происходит, казалось бы, ничего. Но потом события начинают стремительно разворачиваться и все те мелкие детальки, которые нам представили в предыдущих историях в этой экспозиции, они начинают играть, они начинают срабатывать. Многие решения, которые мы там принимали, которые могли показаться даже незначительными, оказывают влияние на сюжет. Собственно, развилок очень много. Повлиять на сюжет можно многими способами. Их гораздо больше, мне кажется, чем в той же Until Dawn. Не все решения важны, но, как я всегда говорю про такие игры, не столько в них важно количество решений, сколько эта иллюзия, которую игра создает, что ты постоянно боишься принять какой-то неправильный выбор сделать. Ты не знаешь, какое решение повлияет, поэтому каждое ты, в общем, обдумываешь, над каждым ты размышляешь и переживаешь, типа, боже, если я сейчас ему нагрублю или, наоборот, покажу какую-то слабость, будь слишком добрым, может быть, из-за этого через два часа его на крюк насадят. А вот, может, и насадят. Вот в этом и суть таких игр. Я бы даже не сказал, что разработчики в этот раз сделали слэшер, потому что The Casting of Frank Stone, она не про убийство, хотя убийство здесь и есть, изощренный, кровавый, все как мы любим, но она про загадочность, мистику и саспенс. Она про запутанный сюжет, который... Ну как запутанный сюжет? Сама базовая история, она, может быть, довольно простая, но лор вселенной, который игра вырисовывает, он уже гораздо интереснее, и я бы даже сказал, что он напоминает об Alan Wake 2. Спойлерить я не буду, кто играл в Alan Wake 2, тот, наверное, сейчас уже какие-то догадки сделает. В общем, здорово, это интересно. Персонажи при этом, ну, естественно, они архетипичны, естественно, это такие знакомые образы, они нормально прописаны, они уже в истории кино и видеоигр, книг, музыки, чего угодно, они уже там все выписаны. Тут главное не просрать базовый материал, разработчики не просрали. Снято! Снято, снято, снято! Хайме, блин, какого хрена? А? Что не так? Кто-то раздражает, кто-то вызывает симпатию, но так и должно быть, да, то есть некоторых может захотеться убить, ну, у вас будет возможность убить всех, кого вы захотите, спасти всех, кого захотите, наверное, не знаю, не буду вам говорить, можно ли всех спасти. Ну и по итогу приходит все к тому, что игра оказывается, скажем так, больше, чем просто оригином одного маньяка. Она для вселенной Dead by Daylight нечто большее. Я думаю, фанаты должны оценить, те, которые сбираются в лоре, те, кто знают, о чем речь идет. Ну, а те, кто не знают, ну, тем пофиг. Люди, которые не знакомы с первоисточником, они, ну, разве что отсылки не считают, потому что игра постоянно отсылается. Ну, тут есть коллектаблс в виде кукол, которые изображают маньяков других из игры. Есть прикол с генераторами в Dead by Daylight, выжившие, чтобы сбежать, запускают генераторы. В этой игре вам тоже много раз придется запустить генераторы. Какие-то упоминания в диалогах элементов лора, Dead by Daylight, ну, в общем, для фанатов есть. Но нет для фанатов свой плюс. Если вы не фанат, вы не знаете вообще ничего о Фрэнке Стоуне, о том, какой он в Dead by Daylight, для вас это дополнительная интрига. Ну, а минусы, блин, ну, естественно, они есть. И, естественно, они примерно все те же самые, что тянутся за играми Supermassive Games последние лет 5-10, наверное, даже. Во-первых, графика, как и всегда, то она сумасшедшая, реалистичная, самое настоящее кино, то освещение лагает, персонажи гримасничают. При этом в кадре бывает такое, что один персонаж его от живого человека не отличишь, он просто вообще актер. А другой при этом абсолютно неестественно себя ведет. А третий где-то посередине между ними и этот эффект зловещей долины создает. Такое и есть, к этому нужно привыкать. Я думаю, что жанр не скоро с этим справится. Есть какие-то филерные диалоги, есть затянутые эпизоды, но в целом все это в цельное произведение складывается, вполне воспринимается как такой неплохой мистический сериал на Нетфликсе. Не какое-то произведение искусства, но напряжение держит. Узнать, чем все закончится хочется, к новой серии перейти поскорее тоже хочется. При этом в геймплейном плане у нас опять некий эксперимент, потому что в этот раз, во-первых, разработчики сохранили вот эту фишку с quick time-event, они очень простые, их не очень много и они больше про решение, чем про реакцию. То есть, опять же, надо иногда подумать, а надо мне вообще кнопку нажимать или нет. Хотя играю на эти раздумья дает мало времени, но в этом тоже свой прикол, что, ой, успел нажать, получилась фигня, лучше бы не нажимал, или не успел, получилась фигня, или не успел и получилось как раз классно и такой, фу, блин, слава богу, что не успел. В общем, это здорово освежает знакомую систему, особенно это будет свежо, прикольно смотреться для тех, кто со времен, там, Heavy Rain или Beyond в такие игры не играл, или со времен Телтейловских ходячих мертвецов. Ну, а другой эксперимент, с которого я хотел начать, здесь появилось больше геймплей, на удивление. То есть, нам довольно часто надо ходить, собирать какие-то, подбирать предметы, применять их в нужных местах, решать какие-то простенькие головоломки, но в стиле... Решать какие-то головоломки в стиле Resident Evil, упрощенные, очень поверхностные, но все-таки в рамках жанра это впечатление от него освежает. Мне это скорее понравилось, хотя я вижу много негативных отзывов о том, что, ой, так много бродить, бестолкует, скучно. Мне не было скучно, я был погружен в сюжет, в атмосферу. Атмосфера всегда на месте. А, ну еще из мелкого прикольного разработчики добавили, видимо, чуть-чуть ее в интерактивное кино. Ну, а как исследование стало больше, это может быть даже логично, но, в общем, когда вы рядом с коллекционным предметом находитесь, но это почему-то не касается кукол, которые вы можете собирать, и не касается предметов, которые могут повлиять на развитие сюжета, а такие есть. То есть, вы можете найти какой-нибудь там документ, что-то из него узнать, и потом это откроет вам новую строчку в диалоге. Нет, это касается только шахматных таких фигурок, но все равно приятно, все равно для тех, кто хочет платину выбить, все собрать, это будет удобнее. Когда вы рядом с таким предметом находитесь, находитесь, появляется кнопочка, нажимаете ее, и предмет подсвечивается, вы знаете, где его искать. Ну и отвечая на главный вопрос касательно хоррора, страшно ли? Ну, наверное, мне такой вопрос задавать бесполезно, мне в хоррорах никогда не страшно. Я всегда могу оценить только вот эту вот ири-спуки-скерри атмосферу, создает ли нужный настрой игра, погружает ли в это немножко некомфортное чувство. The Casting of Frank Stone погружает, пусть и не сразу. Опять же, долгая-долгая экспозиция, но она нужна, чтобы под конец у вас что-то внутри вот щелкнуло, тикнуло. Эта игра не must-have, это не претендент на готи, не то, что нельзя пропускать, но если вы любите интерактивное кино, попробуйте обязательно. Если вы любите Dead by Daylight, тем более, там, к тому же, вроде, какое-то дополнение готовится, и, в общем, игра для него, видимо, будет важна. Если вы любите сюжетные хорроры, ну, конечно, надо попробовать. Не стоит ожидать многого, это игра на, как говорит, с твердой 6,5 на 7 баллов, но потраченного времени вам, скорее всего, жаль не будет. Единственное, что проблема с производительностью. То есть я проходил на ПК, и это постоянные какие-то подлагивания, постоянное мерцание света. Тут остается только ждать патчи. Предыдущие свои игры разработчики вроде более-менее после релиза правили на консолях. Ситуация, насколько я знаю, получше, хотя и графика похуже, но зато все постабильнее. Так что выбирайте, как всегда, у нас два стула в современной игровой индустрии. Ну, а на этом все. Обзор в этот раз покороче. Естественно, поставьте лайк, естественно, подпишитесь, напишите комментарий, чтобы я вам поскорее выпустил новый ролик и не пропал опять на год. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok